МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а сегодня в центре внимания Молдова. Там проходит самая крупная акция протеста за последние четверть века. Это признали даже в полиции. По официальным данным, митингующих не больше 40 тысяч человек. Организаторы же говорят о сотне тысяч. Люди требуют сменить власть и собираются стоять до последнего. Кто же вышел на улицы Кишинева и зачем? Хроника протеста у нашего корреспондента Ирины Пивоваровой. Это уже четвертый и самый масштабный митинг, который проводит платформа «Достоинство и справедливость». Если бы не украденный миллиард из трех банков страны, возможно, она бы и не сформировалась. Но последствия кражи века становятся все ощутимей, возмущенных граждан все больше. Я хочу, чтобы с завтрашнего дня не работал ни парламент, ни эти олигархи. Они должны быть привлечены к ответственности и закрыты. В конце прошлого года из страны вывели четверть всей наличности. В итоге резко подскочил курс доллара и евро. А вслед за этим подорожало все. Еда, газ, электричество. Инфляция вышла за прогнозируемые пределы. Ни зарплаты, ни пенсии унижены, оскорблены. Сейчас мы оскорблены тем, что нам повысили опять тарифы на электроэнергию, на газ. Нас не спросили. Активисты движения «Достоинство и справедливость» главные организаторы митинга. В него входят представители гражданского общества, политологи, журналисты, юристы, бывшие государственные деятели. Сегодня им удалось собрать на площади, по официальным данным, порядка 40 тысяч человек. Главные требования, которые выдвигают манифестанты, вернуть украденный миллиард долларов, отменить решение о повышении тарифа на электричество. Дополнительные требования – это ставка президента, всенародные выборы главы государства, досрочные парламентские выборы, которые приведут к власти правительства доверия. Руководители митинга добивались сегодня встречи с президентом, спикером парламента и премьер-министром. К манифестантам вышел только глава Кабмина. Валерий Стрелец, кстати, напомнил, что в свою должность вступил лишь пять недель назад и сам хочет нормальной жизни для страны. Меня назначили 30 июля, и с тех пор правительство предприняло много важных шагов для стабилизации макроэкономической ситуации в первую очередь, так как мы на пороге экономического коллапса. С призывом прийти сегодня на площадь активисты достоинства и справедливости выступали уже давно, а накануне власть попыталась потушить огонь и стала принимать срочные меры. Внезапно решение о повышении тарифов на электричество и газ заморозили на два месяца. Энергетическим компаниям было рекомендовано провести аудит. Задолженности по субсидиям перед фермерами тоже были выплачены. Но аграрии все равно сегодня вышли на площадь. Порядка 10 тысяч фермеров протестовали вместе с платформой достоинства и справедливость. Люди приехали со всех уголков Молдовы. Специальный призыв звучал к русскоязычному населению. Уважаемые русскоязычные граждане, нас ограбили все, все 4 миллиона, вне зависимости от этнической принадлежности. Мы все сейчас видим и чувствуем то, что произошло. И когда мы идем в магазин, и нам продают товары в два раза выше, потому что несколько человек без национальности, а просто бандиты, украли этот миллиард, там не спрашивают, ты русский, гагауз, румын, молдаван. Параллельно с митингом на Центральной площади еще одну акцию протеста организовало движение «Красный блок». Его требования созвучны с требованиями платформы достоинства и справедливости. Наши требования здесь, либо на площади, едины отставка генерального прокурора, отставка главы национального банка Дарина Дракусана, который позволил хищение миллиарда. Это полная капитуляция сегодняшнего правительства, уход в отставку, досрочные выборы. Сторонники «Красного блока» прошли маршем по Центральной улице, а затем переместились к Генеральной прокуратуре. Там они попытались установить палатки. Однако не обошлось без подтасовки. В результате лидер «Красного блока» Григорий Петренко задержан. У его сторонников изъяли металлические цепи. Перед Генеральной прокуратурой было обнаружено большое количество человек с ранцами. В них были металлические цепи и замки. Нам еще предстоит выяснить, с какой целью им нужны были эти цепи. Пока в Центре проходила акция протеста, в другом районе города предлагали зрелищ. Здесь намечался грандиозный концерт. Анонсировали российских звезд. Брежневу, Билана, Киркорова и Баскова. Правда, многие исполнители внезапно отказались в этом участвовать. Концерт был организован с дешевой целью. Просто увести внимание людей от главного события этого дня, от протеста на главной площади нашей страны. И мне кажется, это было обычным и достаточно логичным решением отказаться. К чему приведут антиправительственные митинги, пока не ясно. Многое зависит от упорства их организаторов. Они обещают, что не уйдут с площади, пока их требования не будут выполнены. Ирина Пивоварова, Вида Недова, Михаил Шамбра, Александр Борейко. Вместе из Молдовы. Итак, что в эти минуты происходит в Центре Кишинева, мы прямо сейчас узнаем у нашего корреспондента Вида Недова. И она выходит на прямую связь со студией программы «Вместе». Вида, добрый вечер. Скажите, сколько сейчас человек на улицах или площадях города и какие царят настроения? Здравствуйте, Екатерина. Пока что в Центре столицы еще достаточно многолюдно. Сейчас там находится порядка 700 человек. Они решили не уходить с главной площади страны до тех пор, пока с ними не согласятся встретиться и президент, и премьер-министр, и спикер парламента. Не уходят и полицейские, которые следят за порядком. И, похоже, им придется там ночевать, потому что митингующие активно расставляют палатки. И так как на улице сейчас достаточно холодно, они запасаются всем необходимым. Этот плед мне дал какой-то незнакомый человек. Серьезно, я пришел даже без матраса. Поэтому, вот видите, взял у ребят здесь кусок картона и положил на землю. Вся помощь абсолютно бесплатна. Сочувствующие, среди которых и простые жители Кишинева, приносят на площадь бутылки с водой и коробки с продуктами питания. Хлеб, колбасу, сыр, помидоры и другие консервы. Нам приносят поесть и люди, которые сегодня весь день были на митинге. Больше всего у нас белого хлеба и много разновидностей бубликов. Кто-то даже принес замороженные пельмени. Может, мы завтра найдем возможность их свалить. Активисты митинга объявили его бессрочным. Они обещают, если их требования не будут выполнены, то на главную площадь страны выйдут митинговать еще больше людей, чем сегодня. Активисты платформы «Достоинство и справедливость» не исключают, что перейдут к гражданскому неповиновению и перестанут платить налоги. Екатерина. Давид, спасибо большое. Но, насколько я поняла из того, что вы сообщили, какая-то часть людей до сих пор остается на улицах Кишинева. И я так понимаю, что там они намерены оставаться и на всю ночь. Спасибо. Я еще раз напомню, что на прямой связи с нами из Кишинева была наша специальная корреспондент Вида Недова. Она рассказала о том, что в эти минуты происходит на улицах молдавской столицы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»